Это итоговая информационная программа телекомпании ТВИН. Время местное, события недели. Здравствуйте, я Станислав Юдин. Мы рассказываем только о том, что случилось на самом деле, что стало по-настоящему ярким событием и то, что действительно волнует, радует или беспокоит большинство магнитогорцев. Смотрите в выпуске. Пожелания любви и счастья, и, конечно, море цветов. В городе прошла череда мероприятий, приуроченных к Международному женскому дню. Прогулка с палками по искристой лыжне. В Магнитогорске прошли старты по лыжным гонкам и новому виду спорта – скандинавской ходьбе. А начнем мы наш обзор информации о хлопотном городском хозяйстве. Новые двери и окна, запах свежей краски, яркие рисунки на стенах. Юные пациенты Ленинского района отныне получают амбулаторную медицинскую помощь в современных условиях. Основное здание и два филиала Второй детской поликлиники по большей части отремонтировали в 2017 году. Идти на прием к врачу юным пациентам Ленинского района теперь не так страшно. В коридоре Второй детской поликлиники их встречают герои любимых мультфильмов. Аттракционы помогают весело коротать время в ожидании очереди. Мама четырехлетнего Алексея, Юлия, довольна, так же как дети. Раньше, наверное, здесь было гораздо хуже, серее, а здесь прямо сейчас запах даже другой, атмосфера другая стала. Вторая поликлиника – одна из самых крупных в городе. Обслуживает 22,5 тысячи юных пациентов. На ремонт основного здания и двух ее филиалов в 2017 году потрачено 5 миллионов рублей. На вокзальной 108-1 входная группа теперь снабжена пандусом. В основном здании на улице Комсомольской отремонтированы второй и третий этажи, а также регистратура. В филиале на вокзальной 112 новый облик получили и регистратура, и коридор, и гостевой санузел. Внутри кабинетов заменены окна и двери. В этом году мы планируем завершить ремонт на базальной 112 по первому этажу ремонта кабинетов врачей-специалистов и врачей-педиатров-участковых, чтобы здесь уже был полностью завершен капитальный ремонт, то есть все кабинеты отремонтировать на первом этаже. Вторая поликлиника – не единственная, отремонтированная в 2017 году. Средства были выделены и другим детским медицинским учреждениям, включая филиалы. Общая сумма, потраченная из городского бюджета на данные ремонты, в прошлом году превысила 33 миллиона рублей. В этом году управлению здравоохранения выделено 17 миллионов рублей. Это только вот сейчас, в первом квартале. Из них 15 миллионов идет на детство, на учреждение детства. Из них 6200 отдается стационару третьей детской больницы. 2 миллиона 900 идут на третью поликлинику третьей детской больницы на Грязнова 47 для продолжения ремонта. Также ремонтные работы будут продолжены во второй поликлинике и будут выделены деньги в этом году для восьмой детской поликлиники. Пять детских поликлиник города сегодня оказывают медицинскую помощь 96 тысячам маленьких пациентов. В управлении здравоохранения отметили – сделанных ремонтов недостаточно. Обновление удостоится каждое городское медицинское учреждение для детей. Елена Тимофеева, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. У магнитогорских парков и скверов продолжается предвыборная кампания. Победители ее, напомним, удостоятся капитального ремонта. Очередной представленный эскизный проект касается сквера имени Бориса Ручьева. С момента своего основания, это более 30 лет назад, сквер имени Бориса Ручьева капитального ремонта не видел ни разу. Уже давно здесь не работает наружное освещение, клумбы постепенно разрушаются. Да и в целом, говорят представители Орджоникидзовской администрации, территория сквера выглядит так, будто его не достроили. Сквер, в общем-то, должен иметь какую-то главную линию, главный проход. И вот в этой реконструкции это и постарались сделать. То есть мы вот сейчас стоим с вами вот здесь, вот этот вот круг. И вот начиная уже от этого места пойдет туда, к улице Ворошилова, главная аллея. Проект реконструкции предполагает, в сквере появятся и пешеходные, и велосипедные дорожки, и фонтан, и в целом все необходимое для комфортного отдыха в городской среде. Территорию сквера значительно расширит. Существующая площадка для воркаута будет сохранена и дополнена игровой зоной для детей. Для Магнитогорска Борис Ручьев фигура знаковая. У нас есть музей квартиры Бориса Ручьева, библиотека имени Бориса Ручьева, у нас есть улица Бориса Ручьева, остановка Бориса Ручьева и вот сквер поэта первостроителя. Реконструкции этого сквера с терпением ждут не только простые горожане, но и литераторы, и хранители истории города. По их просьбе, проектом реконструкции предусмотрено установить стеллу памяти Бориса Ручьева, а также создать в сквере литературную аллею с цитатами из его произведений. Здесь проходит все у нас, начиная от новогодних городков ледяных, мы именно здесь строим, здесь у нас стоит и елка, и заканчивая всеми нашими масленицами, 1 сентября, начало учебного года и 1 июня мы здесь вот отмечаем все эти наши праздники. В правобережной части Аджоникидзовского района территорий для отдыха не так уж и много, 4 маленьких сквера. Удостоится или нет реконструкции сквер имени поэта первостроителя, магнитогорцам предстоит решить 18 марта, в день выборов президента России. Елена Тимофеева, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. В Магнитогорске состоялось выездное совещание независимых членов Совета директоров ПАО ММК. У них в нашем городе была запланирована обширная программа. В частности, трое гостей Кирилл Левин, Валерий Марцинович и Ральф Морган посетили школу безопасности. Напомним, она была открыта в январе этого года, чтобы у сотрудников комбината была возможность повысить навыки работы на наиболее травмоопасных участках. Промплощадки. Школа безопасности – это уникальный проект, современный крупный учебно-тренировочный комплекс. Он оборудован интерактивными стендами, тренажерами, манекенами. Аналогов подобных учебных заведений в стране больше нет, только в Европе. Школа представляет из себя двухэтажное здание. На втором – компьютерный класс и класс для тестирования. На первом – огромный полигон для отработки самого главного – практических навыков. Абсолютно каждого здесь научат приемам сердечно-легочной реанимации, искусственного дыхания и тому, как накладывать жгут и повязки. Кроме общего курса разработаны еще две программы для тех, кто работает на высоте и тех, кому приходится трудиться в газоопасной среде. Главное впечатление, что ММК очень много внимания уделяет этому, этой теме. То, что можно отучиться, потренироваться, еще и сдать экзамен, оказывается, но точно это ничего не заменит. То есть намного это лучше, безусловно, чем любые книжки, любые рассказы, рассказы теоретические. Поэтому просто великолепная инициатива. И приглашаю всех сюда. Чтобы не допустить трагедии на промплощадке, корпоративным центром подготовки кадров «Персонал» был разработан особый учебный курс, в ходе которого работники отрабатывают основные навыки безопасной работы и предотвращение ошибок. Чтобы в экстренной ситуации, когда отключается логика, человек, что называется, инстинктивно принял правильное решение. На сегодняшний момент, на 1 марта, мы обучили уже порядка 303 человек. За этот год мы планируем обучить порядка 3500 человек. Это будут работники как ПАО ММК, так и работники дочерних обществ. Предполагается, что пройдут школу безопасности все, кто только поступает на работу на ММК, а также действующие сотрудники, которые допустили нарушение техники безопасности, и те, кто неудовлетворительно сдал ежегодную проверку знаний по охране труда. Каждый из учеников будет сдавать входной и выходной тесты, результаты которых помогут выявить слабые места и то направление, в котором нужно работать. Павел Берсенев, Олег Карпенко, телекомпания ТВИ. В Дворце культуры имени Серго Рженикидзе состоялось отчетное собрание благотворительного фонда «Металлург». Руководители организации в цифрах и фактах рассказали о своей деятельности в 2017 году жителям правобережного района города. Также на встрече прозвучал отчет руководителей главного благотворителя фонда Магнитогорского металлургического комбината. 30 лет помощи и активной поддержки благотворительный фонд «Металлург» в Магнитогорске работает с 1988 года. За это время он реализовал всевозможные проекты социальной направленности. Традиционно фонд оказывает адресную помощь пенсионерам, многодетным семьям, беременным женщинам, другими словами, тем, кто в моральной и материальной поддержке нуждается больше всего. На отчетное собрание организации были приглашены жители правобережного района, активисты и участники социальных программ. Все они уверены, главный итог работы фонда – это реальная помощь людям. Для жителей микрорайона нам выделяются подарки для них, например, на юбилей, на день рождения. Очень мы благодарны. Мы очень благодарны. У вас кто депутат? Кожаев. Кожаев. У нас Дремов Владимир Владимирович нам помогает вот в этом деле. Поэтому мы очень благодарны. Бофф «Металлургу» за помощь. Руководитель фонда «Металлург» Валентин Владимирцев со сцены рассказал об основных программах, которые реализуются организации – это «Забота» и «21-й век детям Южного Урала». В апреле 2017-го был создан Центр социального обслуживания населения для людей, которые нуждаются в надомном обслуживании. Всего в прошлом году на реализацию благотворительных программ и социальных проектов в фонд поступило 642 миллиона рублей. Для выполнения благотворительных программ фонд «Металлург» располагает зданиями, сооружениями в общей площади более 9 тысяч квадратных метров. Это 14-этажный специализированный дом ветеран на 131 однокомнатную квартиру, медицинский центр, в котором ежедневно проходит курс лечения 120 пенсионеров, 4 магазина ветеран, социальная аптека, которые обслуживают малообеспеченных граждан по доступным ценам. Все объекты фонда работают на самофинансировании, на все виды деятельности фонд имеет лицензии. Расходы на социальные нужды увеличиваются из года в год и за всеми цифрами и фактами. Большая работа, которая руководителями и работниками фонда делается ежедневно. Также с отчетом выступил заместитель генерального директора ПАО ММК Сергей Ушаков. Он рассказал о том, каких результатов добился металлургический комбинат в 2017-м. Особо отметил работу по охране труда, которая ведется на комбинате, говорил о социальной поддержке работников и ветеранов предприятия. ММК осознает значимое свое влияние на территории присутствия, направляя значительные средства на благотворительные цели. Поддержку культурных и социально значимых некоммерческих учреждений и объединений. На благотворительность и поддержку социальных проектов в прошлом году было затрачено 387,8 миллионов рублей. Разрешите мне в самом начале своего выступления высказать слова искренней признательности нашему градообразующему предприятию, председателю совета директоров публичного акционера на общество «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктору Филипповичу Рашникову, генеральному директору Павлу ММК Павлу Владимировичу Желяеву за огромный вклад в реализацию социально-экономического развития города Магнитогорска в целом. Выступил перед горожанами депутат Государственной Думы России Виталий Бахметев, который с боготворительным фондом «Металлург» имеет самое тесное взаимодействие. Он является членом его попечительского совета. Виталий Викторович призвал магнитогорцев обязательно прийти 18 марта на избирательные участки и сделать свой выбор, ведь это вклад в будущее страны. Ну и 18 числа, чтобы продолжалась такая работа, надо прийти всем на выборы, привезти с собой своих детей, внуков, соседей. И если мы придем, а проголосуем и выберем достойного президента, а там есть выбор, с кого выбирать, то тогда и «Богметаллург» будет работать лучше. Завершилось отчетное собрание ярким концертом. Евгения Саркудинова, Владимир Ровенский, телекомпания «ТВИН». Всероссийский центр изучения общественного мнения намерен использовать элементы технологии блокчейн при проведении опроса на выходе, так называемой «экзит-полы» на выборах президента России. 18 марта 2018 года следует из пресс-релиза центра «Сообщает Ария Новости». Отмечается, что этот проект станет одним из первых примеров использования подобной системы хранения данных в рамках электоральных исследований в мире. Проект предполагает хранение данных, получаемых в результате опросов на выходе с избирательных участков в специальном блокчейн-хранилище. Это не позволит вносить какие-либо внешние изменения в данные, снизит эффективность хакерских атак, обеспечит транспарентность процесса сбора и агрегации данных. В случае успеха проект ляжет в основу программы «Цифровой в ЦИОМ», разрабатываемой в Центре и планируемой к реализации в 2018-2021 годах, говорится в тексте релиза. По словам главы в ЦИОМ Валерия Федорова, благодаря использованию подобных технологий значительно повышается защищенность данных от кибератак и уменьшается уязвимость при передаче информации. Сообщается, что технической стороной проекта займется партнер в ЦИОМ агентства «Тучейн», специализирующиеся на консультациях в области смарт-технологий и ICO-маркетинга. Данные о реализации проекта в режиме реального времени будут представлены на специальном сайте, который начнет работать 12 марта. Проведение президентских выборов на такой обширной территории, как Россия, непростая задача. Часть избирательных процессов передана автоматике. Например, учет количества избирателей в стране и обработка результатов голосования. За оптимизацию выборов с 2000 года отвечает ГАЗ. Выборы. Государственная автоматизированная система выборов. Ее задача – аккумулировать информацию о прошедших и будущих выборах, обрабатывать полученные данные, хранить результаты и делать их доступными для всех. Передача голоса избирателя в базу данных ГАЗ происходит через избирательный бюллетень. Число бланков в бюллетене соответствует количеству избирателей в стране, а также за ее пределами. Информация об избирателях поступает из регистра базы данных ГАЗ. В дополнение к бланкам в точно таком же количестве выпустят специальные знаки защиты марки. После того, как бюллетени попадают на участки, их пересчитывают. Затем каждый бланк подписывают члены УИКа с правом решающего голоса. Ставят печать и наклеивают марку. В таком виде бюллетень попадает в руки избирателя. Форма и система защиты бюллетеня зависят от вида избирательного ящика, который установлен на избирательном участке. Классический ящик из прозрачного или полупрозрачного материала с прорезью сверху. В день голосования ящики осматривают члены УИК в присутствии наблюдателей, а затем опечатывают, пломбируют, вскроют урны только после голосования, когда начнется подсчет голосов в бюллетенях. Бюллетени печатают на белой бумаге. По лицевой стороне бланка проходит защитная зеленая сетка. Текст расположен только с одной стороны. Сверху, справа подписи членов УИК, печать, комиссия и марка. Комплекс обработки избирательных бюллетеней, КАИП, в такой ящике иногда называют электронной урной или урной со сканером. Сканер считывает отметки в бюллетенях и обновляет результаты голосования. Автоматически проверяет контрольные соотношения. К КАИПу подключен принтер, на который после окончания голосования будет выведен протокол с итогами. Форма бюллетеня немного отличается от обычного. Сверху и снизу бланка есть широкая полоса с частично закрашенными ячейками, маркер, определяющий уровень выборов. Марку наклеивают сзади в правый верхний угол. На обратную же сторону нанесена защитная зеленая сетка. Комплекс для электронного голосования КЭК. Это машина для голосования на основе сенсорного дисплея. Список кандидатов появляется на экране после активации карты доступа со штрих-кодом. Один штрих-код разрешает голосовать только один раз и только на одном участке. Избиратель выбирает на экране, за кого он голосует, затем подтверждает свой выбор серией нажатий. В конце голосования он сверяет результат голосования, который виден на контрольной ленте. Как и КАИП, КЭК ведет подсчет голосов и распечатывает протокол голосования с итогами. За два года уровень автоматизации подсчетов голосов на российских выборах вырос с 6,9% до 11,1%. Это довольно ощутимый рывок, учитывая, что наличие КАИПов и КЭГов на участке увеличивает скорость подсчета в 2-5 раз. Избирательные участки закрываются в 20.00 по местному времени. С этого момента начинается активная работа. Урны вскрывают, достают из них бюллетени, считают голоса. Гасят неиспользуемые бюллетени и карточки доступа. Составляет протокол голосования. В зависимости от типа урн на участке бюллетени считают вручную и вносят данные в бланк протокола или распечатывают тот протокол, который уже создал КАИП или КЭГ. Сегодня большинство протоколов включает в себя QR-код. С его помощью данные очень быстро и безопасно можно передать в базу данных газ. Поскольку территория России разделена на 11 часовых зон, выборы буквально шагают по стране. Камчатка закрывает свои участки, когда в Москве около полудня. Это значит, что обработка бюллетеней в восточных регионах начинается значительно раньше. И к моменту закрытия калининградских УИКов уже есть предварительные данные голосования. После того, как на избирательном участке составили протокол, члены УИКа везут его в вышестоящий избирательный орган, в территориальный избирком ТИК. Здесь QR-код протокола сканируют, выводят на экран его электронную форму. Сверив данные на бумажном носителе и на экране, представитель УИК отправляет цифры протокола в базу данных газ. Сейчас в российском избирательном процессе присутствуют бумажные бюллетени и ручной подсчет голосов. Эти этапы ограничивают прозрачность процесса, делают его неудобным и громоздким для всех участников. Не говоря уже о материальных затратах. Будущее за развитием системы электронного голосования, которая позволит фиксировать политическую волю гражданина и транслировать ее напрямую, без посредников. От 300 до 500 тысяч российских туристов, по предварительным оценкам, могут оказаться за границей в день выборов президента России 18 марта, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. В сообщении отмечено, что 5 марта член Центра избиркома Василий Лихачев выступил на международном форуме «Вместе с Россией», организованном по инициативе фонда «Русский мир». Ключевой темой обсуждения стали вопросы участия граждан России, находящихся за рубежом в выборах президента 18 марта. «Задача максимум – ни один голос граждан, проживающих за рубежом и имеющих активное избирательное право, не должен быть утерян», приводит сайт ЦИК «Слава Лихачева». В частности, член Центра избиркома напомнил, что более 1 800 000 российских граждан постоянно проживают за рубежом и находятся на консульском учете. Помимо туристов и граждан, постоянно проживающих за рубежом, проголосовать смогут и российские военные, несущие службу за пределами Российской Федерации, отметили в Центральной избирательной комиссии. По предварительным оценкам, в день голосования за пределами России может оказаться примерно 300-500 тысяч российских туристов. У всех них, как и у российских специалистов, работающих на больших совместных объектах за рубежом, будет возможность проголосовать на главных выборах страны, говорится в сообщении на сайте Центра избиркома. Досрочное голосование на нынешних выборах президента России охватывает 94 страны, что почти вдвое больше, чем в прошлую федеральную кампанию. На думских выборах 2016 года сообщил член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Василий Лихачев. Он уточнил, что проведение досрочного голосования всех избирателей запланировано на 17 зарубежных избирательных участках в 11 странах, а досрочное голосование отдельных групп избирателей пройдет на 154 участках в 83 странах. Таким образом, досрочка в этом году охватит 94 страны по географическому критерию. Для сравнения, на последних выборах в Госдуму досрочное голосование было организовано в 52 странах, сказал Лихачев. Необходимость проведения досрочного голосования бывает вызвана отдаленностью некоторых групп избирателей от участков, которые за рубежом, как правило, формируются на базе российских дипломатических представительств. Например, пояснил член ЦИК, на территории ряда государств Северной Африки «Росатом» занимается строительством своих объектов, и люди работают в местах, значительно отдаленных от дипмиссии. Поэтому Центр избирком вместе с российским МИД предпринимает усилия для того, чтобы у таких групп избирателей была возможность досрочно проголосовать по месту работы, добавило. Лихачев отметил, что 2 марта досрочное голосование началось в Алжире, где находится свыше 1,2 млн. российских избирателей, 3 марта в 4 городах Узбекистана, всего в республике более 41,5 тысяч избирателей, в 3 городах Азербайджана более 8600, в 3 городах Армении 20 тысяч избирателей и в британском Белфасте. Кроме того, 4 марта голосование началось в 7 городах Испании, в целом в стране 35 тысяч российских избирателей, а 5 марта в 3 городах Южной Кореи. Что касается непосредственно дня голосования, 18 марта, зарубежные участки будут работать по местному времени и с учетом местных условий, уточнил член ЦИК. Так, например, голосование за рубежом на выборах президента Российской Федерации начнется на отдельных участках Новой Зеландии 17 марта в 23.30, рассказал Лихачев. К настоящему моменту образованы 400 избирательных участков в 145 странах мира, включая 7 участков в городе Байконур, Казахстан. На выборах депутатов Госдумы в 2016 году открыли с учетом Байконура 372 зарубежных участков. Голосование за рубежом может быть организовано как непосредственно в день выборов президента, так и досрочно по решению ЦИК России. Традиционно на некоторых зарубежных участках проводят досрочное голосование. Это может быть связано с культурными и религиозными особенностями и традициями отдельных стран. Например, если выходным днем там является не воскресенье, когда проходит голосование в России. Общественная палата России начала прием заявлений от людей, желающих стать наблюдателями на выборах президента 18 марта, а также от общественных объединений, сообщается на сайте палаты. Общественное объединение, некоммерческая организация или иное объединение граждан, которые вносят в общественную палату Российской Федерации предложения о назначении наблюдателей, должны представить пакет документов, в который, в частности, входит заявление подтверждения того, что кандидат направлен определенным объединением, документы направляющие организации, сведения о кандидате. Если гражданин вносит свою кандидатуру в общественную палату Российской Федерации сам, то ему необходимо представить заявление, заполненную анкету, согласие на обработку анкетных данных и другие документы, которые он сам посчитает необходимым представить. Документы предоставляются на бумажном носителе. Прием заявлений и прилагаемых к ним документов для назначения наблюдателей в избирательной комиссии, расположенной на территории Российской Федерации, а также за пределами территории Российской Федерации, осуществляется в период с 6 марта 2018 года по 14 марта 2018 года включительно, ежедневно с 9 утра до 18.00 по московскому времени, говорится в сообщении. Приняты ранее поправки в законодательство, дали Федеральным и Региональным общественным палатам право направлять на избирательные участки независимых от политических партий наблюдателей. А теперь к главной теме недели. Международному женскому дню был посвящен праздничный вечер для многодетных мам, организованный благотворительным фондом «Металлург». Это мероприятие состоялось в рамках программы «Дружная семья. Поддержка многодетных семей». Многодетных семей на Магнитогорском экологическом комбинате в его дочерних обществах с каждым годом становится все большим, и это не случайно. На стимулирование рождаемости и поддержку таких мам и пап направлены многие социальные программы, среди которых «Дружная семья». Вот уже 10 лет фонд «Металлург» совместно со своими благотворителями реализует эту замечательную программу. Сегодня у нас на учете состоит 1014 многодетных семей, в которых растут 3 и более детей. Их у нас сегодня на учете более 3,5 тысяч ребятишек. Кристина Короткова – мама троих очаровательных детей. Всеволоду 6 лет, Мирославе 3 годика и самому младшему Ярославу всего год и 7 месяцев. Она рассказывает, что решиться на третьего ребенка было легко. По ее словам, когда в семье царит добрая атмосфера, а супруг является надежной опорой, то и воспитание малышей всегда в радость. Ну и разумеется, свою лепту вносит и фонд «Металлург». Я настолько благодарна. Начнем с того, что ежемесячно нам переводят компенсацию за квартплату, кружки детей они у нас посещают. Потом дни рождения детей, дается сертификат на покупку, ну на подарок, скажем так. Потом дни матери, 8 марта, день семьи. Это всегда, вот я не знаю, какой-то праздник. Как-то они нас поздравляют, всегда по-разному. Походы в кино и цирк, мастер-классы, билеты в аквапарк. А совсем скоро семья Коротковых поедет бесплатно отдыхать в оздоровительный комплекс «Уральские зори». На своих подопечных в фонде не экономят. Только за два месяца этого года по программе поддержки многодетных семей было выделено почти 5 миллионов рублей. За прошлый год эта сумма составила почти 35 миллионов. Примечательно, что о социальной политике, которую ведет фонд, известна не только в Магнитогорске, но и далеко за пределами области и региона. Дружная семья входит в комплексную программу «21-й век детям Южного Урала», которую мы реализуем совместно с Челябинским отделением Российского детского фонда. И в 2014 году она была удостоена знака «Лучшее детям». В этот вечер для собравшихся со сцены звучали слова поздравлений, а также перед ними выступали творческие коллективы Дворца культуры металлургов имени Сергу Арджиенкидзе. Станислав Юдин, Павел Берсенев, Вячеслав Гусев. Телекомпания ТВИ. Пожелания любви и счастья, цветы, угощения и концерт. Понедельник с таким набором вряд ли покажется трудным днем. Именно такое яркое начало короткой рабочей недели случилось у женщин, приглашенных на праздничное чаепитие в Левобережный дворец культуры металлургов. Татьяна Ардашова четверть века отдала детям, будучи заместителем директора 67-й школы по воспитательной работе. Последние три года в этой же ставшей родной школе трудится заместителем руководителя по административно-хозяйственной части. Приглашение на традиционное чаепитие от генерального директора градообразующего предприятия Павла Владимировича Шиляева Татьяна Александровна приняла с удовольствием. Чувствуешь свою необходимость в общественной работе. Вот я, например, уже 15 лет являюсь членом территориальной комиссии Орджоникидзовского района. И вот мне приятно, что есть такие моменты, когда нас приглашают, когда нас уважают, чествуют. Сотрудницы комитетов территориального общественного самоуправления, помощники депутатов и местного и областного уровней, учителя, их принято называть городским активом. На их помощь опираются в ежедневной работе народные избранники. Без их поддержки проводить жизнь депутатские инициативы было бы сложнее. И как же не устроить для них яркий весенний праздник. Поздравляю вас с наступающим праздником. Это очень теплый, светлый, радостный праздник. Я не перестаю удивляться, когда бы вас не встречал, где бы, милый дам, вас не видел, не перестаю удивляться, как у вас хватает энергии на все. Вы и дома, хозяйки, матери, любимые. Вы и на работе руководители, назидатели, учителя, воспитатели. И на все у вас хватает ваше сердце, ваше души. Спасибо вам за то, что вы есть. Спасибо вам, что вы делаете этот мир добрым, прекрасным, ярким. Еще раз больших сил вам, здоровья, с праздником, милые дамы. За хорошее настроение собравшихся отвечали творческие коллективы Левобережного дворца культуры Металлургов. Юные самодеятельные артисты подготовили праздничный концерт. Песни и танцы стали приятным дополнением к угощению, цветам и подаркам. Ты, король, сегодня праздник, для тебя весь мир открыт. Андрей Рыжков, Олег Карпенко от телекомпании ТВИН. И еще об одном праздничном мероприятии, посвященном Международному женскому дню. В актовом зале школы номер 10 прошел концерт для жительниц 142 и 143 микрорайонов, расположенных в округе депутата городского собрания Валентина Владимирца. 75 приглашенных женщин принимали поздравления и подарки от депутата, а силами школы для них была подготовлена праздничная программа. Две недели назад гостье праздника Анне Васильевне исполнилось 90 лет. Труженица тыла. Как много тягот и невзгод скрыто в этих двух словах. Впрочем, тяжелыми для Анны Васильевны были не только годы войны, когда она, молоденькая швея, перевополняла норму в два с половиной раза, но и после, когда ее супруг-фронтовик умер, оставив жену с двумя детьми. А вы знаете, в то время уголь и дрова были, вы надо в очередь было стоять, чтобы выписать их, да привезти, да привезешь, да надо уголать. Ну и учить, учить надо их детей мне. Работала день и ночь. Конечно, я связана была с учителями, чтобы дети мои не отстали. Ну и дочь у меня техникум закончила, институт закончил, сын фазовоз закончил. Двое внуков, двое правнуков и праправнучка – все с высшим образованием. Вот сегодняшнее богатство Анны Васильевны – живые свидетельства того, что жизнь прожита не зря. Своё восхищение Анной Васильевной и другими приглашенными женщинами выразил депутат городского собрания Валентин Владимирцев. Разрешите мне от имени руководства Магнитогорского методического комбината, городского собрания депутатов и от коллектива фонда металлов поздравить вас с уступающим праздником, международным джентльдом 8 марта. Пожелаю вам самое главное – здоровья, семейного личного благополучия, счастья, чтобы в ваших домах было уютно, тепло и был нормальный, хороший достаток. Талантливые ученики 10-й школы подготовили для жительниц округа праздничный концерт. А в завершении праздника всех прекрасных дам ожидали подарки от депутата. Татьяна Зайцева, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. Череда торжеств перед весенним праздником, на знаменах которого давно и навсегда начертаны два слова – любовь и красота. 6 марта во Дворце культуры металлургов имени Сергея Орженикидзе состоялся традиционный праздничный концерт. Для тех, кто радуется жизни и дарит душевное тепло уже не только детям, но и внукам. Татьяна Васильевна, Марина Евгеньевна и Надежда Николаевна не по одному десятилетию отдали работе на металлургическом комбинате. В ЛПЦ-6 ныне цехе покрытий. Столько лет вместе и сейчас коллеги по цеху стараются почаще встречаться. Увидеть эту троицу можно и на трибунах арены металлург, и в зале театра оперы и балета. А уж концерт перед 8 марта, вообще события весь год ожидаемые. Живая музыка, вы знаете, мы так рады, мы вот рады. И встретиться вместе нам очень приятно. Вы же вот десятый год на пенсии, ты на сколько, позже меня пошла. А я второй год только. Увидеть их всех, хочется увидеть. Именно про таких говорят люди с активной жизненной позиции. Кстати, и большинство в Совете ветеранов комбината представители прекрасной половины человечества. Из 103 председателей Совета 76 женщины. Активность женщин, она очень хорошая. И вот последнее мероприятие, которое мы проводили, это скандинавская ходьба в эко-парке. 200 человек было от Совета ветеранов и опять 70% женщин. В зале дворца около 900 приглашенных на праздничный концерт женщин. Большинство из них, конечно, ветераны Магнитогорского металлургического комбината. И поэтому первое слово для поздравления генеральному директору по ОММК Павлу Шиляеву. Желаю искренней вам теплоты семейной, чтобы вас окружали большие, дружные, шумные, наполненные детьми, семьи. Чтобы у вас все было хорошо и здоровья, здоровья, здоровья. Глава города Сергей Берников убежден, все, чего добивается в жизни мужчина, предназначено женщине. Вообще-то, гря, вся земля крутится вокруг женщин. Я бы хотел, чтобы это четче мы понимали с каждым годом. И каждое последующее поколение в большей степени ценило женщин. Председатель городского собрания депутатов Александр Морозов пожелал женщинам чаще встречать добрых, честных и справедливых людей. С улыбкой на лице. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. С наступающим! Были и другие песни в праздничном концерте. Пели и юные солисты, и артисты с многолетним опытом выступлений на публике. Порадовали мастерством и участники хореографических коллективов. Андрей Рыжков, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИН. Депутат Законодательного собрания Челябинской области Владимир Дремов не пропускает ни одного повода поздравить и поблагодарить за сотрудничество активисток общественного самоуправления. Ну а торжества по случаю Международного женского дня в его избирательном округе давно стали традицией. За 8 лет депутатской деятельности Владимиру Дремову удалось наладить замечательные взаимоотношения с представителями территориального самоуправления своего избирательного округа, подавляющее большинство из которых – женщины. Активисты избирательного округа номер 12 не пропускают ни одной праздничной даты, собираются вместе, общаются со своим депутатом. Мы все очень хорошо относимся, не то что любим даже Дремова нашего Владимира Владимировича, мы относимся всегда с открытой душой и он к нам также. И когда бы о чем его ни попросили, никогда нет такого, что по возможности все будет сделано. Наш коллектив – ТОСовский коллектив, мы вообще друг без дружки, никуда. Только позвонили, собрались, побежали, все, решаем все проблемы всегда вместе. Это очень интересно, жить активной жизнью в квартале, знать все, что творится в нашем квартале, что творится в городе, в районе. Я не знаю, мне кажется, если бы не было ТОСа, нам было бы скучно, наверное. Владимир Дремов поблагодарил своих дружных и веселых активисток за помощь в работе во благо города, поздравил прекрасных дам с Международным женским днем, а также напомнил гостям об очень важном и ответственном деле, в котором должен принять участие каждый гражданин – в выборах президента страны. Голосуйте сердцем. Вы, как никто иной женщина, знаете, что сердце всегда подсказывает правильные решения. Поэтому счастья, здоровья, просветания вам, чтобы вас мужчины всегда обожали, любили, благотворили, чтобы всегда было крепкое плечо, на которое можно опереться. Поэтому будьте счастливы с праздником. Встреча депутата с жителями традиционно проходила в школе номер 63. Ученики и преподаватели подготовили для гостей концертную программу. Ну а депутат со своими помощниками позаботился о праздничном угощении для почетных гостей. Юлия Никифорова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. Концерт, посвященный Международному женскому дню, состоялся и в Театре оперы и балета. Он был организован для жителей 4-го избирательного округа депутатом городского собрания Вячеславом Бобылевым. Подробности далее. Среди 200 человек, пришедших в этот зал, были не только женщины, но и мужчины, поскольку мероприятие было посвящено двум праздникам – Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. Наверное, не зря эти в нашей стране праздники рядом, потому что без женщин, без красоты и любви, без основного движителя всего прекрасного в мире, наверное, нет смысла в защитниках. И вот от того, что 23 февраля – это первый день, оно, наверное, тоже и с вашей точки зрения, я думаю, правильно, потому что защитник должен стоять впереди, а внимание женщин первозначное. Вячеслав Алексеевич пожелал всем женщинам любви, красоты, здоровья и счастья, а также подготовил для них подарки. А от имени защитников Отечества прекрасных дам поздравил ветеран Афганистана Иван Витошкин. Почему перед вами мы всегда преклоняемся? Потому что вы и только вы прожигаете, воспитываете защитников Отечества. Артисты театра оперы и балета подготовили для гостей прекрасный концерт, а после него зрительницы поделились с нами своими размышлениями и наблюдениями, какой приходится быть женщине сегодня, в 21 веке. Им приходится быть и милыми, добрыми мамами, и заботливыми, и в то же время сильными женщинами. Им приходится решать огромные перед ними поставленные задачи. И не обязательно нужно быть руководителями, не обязательно нужно занимать руководящую должность. Сейчас наше такое время, когда мы, женщины, стали крепче, сильнее, отважнее, мгновенно и бочее. Я работаю в детском саду номер 35. Это детский сад для глухих, слабослышащих детей. Я хочу сказать о этих женщинах, которые воспитывают ребенка-инвалида. Это прекрасные женщины, в судьбе которых случилась такая проблема. Ребенок-инвалид. Я вижу, каждый день вижу, какой титанический труд они вкладывают в то, чтобы вырос их ребенок. Чтобы ребенок был полноценным гражданином нашего общества. Я преклоняюсь перед этими женщинами. Татьяна Зайцева, Аркадий Стариков, телекомпания «ТВИН». О заметных событиях из мира спорта через несколько секунд. В Магнитогорском экопарке прошло 14-е первенство правобережного района по лыжным гонкам «Искристая лыжня». Начиналось оно как районное соревнование для школьников. Сегодня это одно из самых массовых спортивных мероприятий города. Ежегодно участниками состязаний становятся несколько тысяч любителей зимних видов спорта разных возрастов, как из магнитки, так и близлежащих сельских районов. В яркий, солнечный и по-хорошему морозный день. Вот уже 14-й раз подряд на территории экологического парка стартовала полюбившаяся многим магнитогорцам первенство правобережного района по лыжным гонкам «Искристая лыжня». Современными популярными мелодиями поднимали настроение всем собравшимся в экопарке с фортсменом и болельщиком творческие коллективы города. Рядом была организована полевая кухня. Солнышком порадовала лыжников мартовская погода. Председателя городского собрания депутатов Александра Морозова она традиционно вдохновила на стихи. Полдень, солнце, тучек нет. Небо очень чистое. Собрала друзей лыжня. Самая искристая. Весенним солнечным деньком вы взяли в руки палки. Все вместе, дружно, с огоньком. Завидует пусть Малкин. Он с клюшкой бегает по льду. Вы выбираете ходьбу. Другие высокие гости спортивного праздника были более серьезны, но не менее оптимистичны. Погода как раз сегодня радует, демонстрирует, что весна уже с нами. Особенно хочется пожелать с наступающим праздником наших дорогих женщин. Вы наша опора. Вы здесь демонстрируете, что вы наша энергия. Вы толкаете, вы движете нас вперед. И я уверен, что и здесь вы сегодня это продемонстрируете. Сразу после официального открытия на старт вышли спортсмены с приставкой VIP. Чиновники, политики, бизнесмены и общественные деятели. Рекорды в скорости солидные люди, конечно же, не били. Зато показали многим забывшим о спорте коллегам, что такое держать себя в форме. Любительский спорт, конечно, это удовольствие, это расслабление. Не смотря на то, что физические нагрузки, а это расслабление, действительно. Поэтому находим любую минуту и либо в эко-парк, либо где-то за городом, но это обязательно. Лыжи я люблю. Вслед за кабинетными работниками тарить лыжню отправились семейные команды. Здесь на лыжи вставали магнитогорцы независимо от возраста. Всего же в этот день состоялось 12 искристых забегов. В них приняли участие более трех тысяч человек. Заметим, что на искристой лыжне выросло уже не одно поколение любителей спорта. Поэтому нередки случаи, когда вчерашние первоклассники сегодня выступают уже за команду своего предприятия. Каждое воскресенье или субботу мы всеми родителями приходим в эко-парк, чтобы покататься вместе. Брата я учу кататься, хотя бы просто, чтобы он отстоял, ну и не шатался. Заметим, что на этот раз старты были совмещены еще и с областным фестивалем по скандинавской ходьбе. Фестиваль имеет множество целей, среди которых популяризация и развитие скандинавской ходьбы, пропаганда двигательной активности и здорового образа жизни среди людей пожилого возраста. Конечно, участие, потому что это общение между собой, это на свежем воздухе. Вот такое мероприятие, это, конечно, поднимает настроение и придает бодрость, духа и свершение новых каких-то хороших дел. Станислав Юрин, Александр Макаров, телекомпания ТВИ. Желаю нашим мужчинам быть на первом месте в сердцах любящих женщин, тем более, что в праздничные выходные к этому все располагает. А прекрасным дамам я желаю быть желанными и любимыми, причем не только 8 марта. Мы же увидимся с вами через неделю, там же время местное. Днем 10-11 градусов мороза. Редактор субтитров А.Семкин